Подарок под Новый год получили жители поселка Солнечный. Правда, от такого сюрприза захотели плакать. В декабре 22-го местные власти приняли решение через две улицы поселка провести водопровод к строящимся многоэтажным домам на Паловском тракте. Местные тут же забили тревогу и начали обращаться во все инстанции. У нас теперь возникла такая проблема, что у нас будет поврежден при строительстве водопроводных сетей асфальт. Благоустроенные газоны. И самое, что проблемное, это подземная коммуникация к каждому частному дому подводится. Она может быть задета. То есть это водопровод, канализация, у кого-то газ подведен под землей к каждому частному дому. И что их не заденут при строительстве водопроводных сетей, это вообще не факт. У нас прошло собрание жильцов на улице, подписали коллективное обращение в прокуратуру Алтайского края, в администрацию города, в администрацию края. Рядом с поселком пустое поле. Однако прокладывать там коммуникации невозможно. Эта территория находится в федеральной собственности и в настоящее время готовится к торгам, формированию земельных участков и проведению специальных процедур. А в будущем здесь появятся многоэтажки. Коммуникации будут проходить по муниципальной земле, четко в створе дороги, методом горизонтально направленного бурения. То есть мы пойдем на глубине порядка 4 метров. Даже в случае, если будет какое-то повреждение, то подрядная организация в полном объеме восстановит, если будет такое повреждение. Плюс, к тому же, открыт ордер на производство работ и администрация района его не закроет до тех пор, пока не будет восстановлено благоустройство и соответствующее, если будут какие-то повреждения. И все равно жильцы негодуют, хотя до начала работ с ними организовали несколько встреч, где власти разъясняли ход проведения ремонтных работ. Работы предполагается проводить в границах территории общего пользования. То есть не предполагается, что будут задеты земельные участки, находящиеся в частной собственности, не будет задета никакое благоустройство, выполненное жителями, никакие заборы, ограждения не пострадают. Администрация индустриального района также провела совещание с жильцами. Там люди уверяли, что повреждений не будет и даже пообещали, что поставят их улицы в график асфальтирования. Правда, год пока неизвестен. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком.